Всем привет, друзья! В общем, не помню, я записывал, не записывал, выкладывал, не укладывал, потому что на компьютере я все переделал, удалял ненужные файлы, полностью поменял свою фестплату или свой жесткий диск, свою фестплату по-немецки, свой жесткий диск по-русски. В общем, на HDD поменял на SSD. Ну, если кому-то эта аббревиатура ничего не говорит, то скажу, что HDD диск это вот тот обычный маленький диск, на котором такими специальными штучками, как ручечками, да, внутри записывается информация. Вот, у меня он был на 1 терабайт. А SSD, он выглядит в виде таких чипов, да, и там нету вот этого уже диска и нет пишущего устройства. Вот, он намного быстрее, у него приблизительно скорость, я не знаю, там в 10 раз или в 20, ну, короче, как пишут, шрайбы, лезы, гешвиндикайт, где-то в районе 500, а может быть даже и больше. В общем, он очень быстро сейчас работает, я переставил уже, вот, скопировал свою фестплату, да, специальная программа полностью копирует фестплату, переносит сюда Windows, все-все-все, то, что у вас было. Вот, но перед этим я свой компьютер чистил, я удалял, заново все инсталлировал вместе с Windows 10, поэтому перенеслось все, что там было, и я заново начал все инсталлировать. Соответственно, не помню, я говорил или нет, может быть где-то записано, я еще не дошел до этих файлов. Сами знаете, работы много, пока дойдешь, короче, и уже забудешь, что записывал, ну, вот. В общем, ваши персональные, приватные накопления, которые вы можете откладывать, независимо от тех отчислений, в обязательный государственный пенсионный фонд. Чем, допустим, вот, так называемая ресторанта, она там есть разных форм, но вот самая такая распространенная, классическая ресторанта, чем она отличается от... Нет, от других не буду. Сравнивать, допустим, с другими, это еще надо узнать, чем дышат, как бы, другие вот эти вот накопления. Я расскажу только про этого ресторанта. В общем, может быть, я говорил, что она не всем подходит, эта ресторанта. Дело в том, что в этих классических накоплениях присутствует еще, как говорится, штат Анталь. Это правительство или город вам еще доплачивает. Вот вы, допустим, делаете это ресторанты, персональные вот эти накопления, вот, и тогда город в год на, допустим, вам будет доплачивать на одного человека 175 евро и еще около там 185 евро на каждого ребенка, родившегося до 2008 года. С 2008 года будет платить 300 евро. И вот, допустим, берется вот эта общая сумма, да, и вам нужно будет платить не менее, кажется, 4% от вашего заработка годового в брутто. Допустим, если вы заработали там 31 тысячу, то вот 4% вы должны там заплатить. И вам посчитают, это может быть, ну, там, около 50 евро, да, или там 45. Вот 45 платите вы, вот, ежемесячно. И плюс еще к этому идет то, что платит вам город. Вот, если вы вносите свою жену, то тогда уже будет считать не на каждого человека по 175 евро, а на семью, там, чуть-чуть больше. Соответственно, чем больше приходит денег со стороны, тем лучше вам, вы меньше платите. Вот, и смотря сколько лет вашим детишкам. Если, допустим, вы, ну, человек уже зрелый, ну, там, 30-35 лет, и у вас маленькие дети, вот, недавно родились, то вы можете рассчитывать на то, что вам будет, допустим, за каждого ребенка платить по 300 евро. Ну, допустим, у вас двое, двое детишек, да. Вот вам платят 600 евро еще на вас, на жену, вот. И гивин там составляет, выигрыш составляет, там, около, там, 60-70 процентов. Вот, чем больше детей, тем больше выигрыш. Для чего это надо? Дело в том, что, понимаете, вот, в моем случае, сыну 20, дочке 12, поэтому на сына еще максимум, это еще 5 лет, да. И я, допустим, сейчас должен уже платить около 48 евро. Через 5 лет эта сумма, которую я должен буду платить, она увеличится. И где-то еще в течение 10 лет я буду платить сумму, где-то, ну, при вот той заработной плате, да, в год, не забывайте, 4%, да, должны, вот, чтобы вот эти вот получать, как бы, штат Антали, да. Вот, потом еще в течение где-то 10 лет я буду платить сам, и эта сумма будет составлять 87 евро, да, почти что там 90. И что мне потом предлагает? Мне предлагает, что по выходу на пенсии я тоже буду получать 87 евро. Получается, мне уже сразу невыгодно, потому что вы же не полностью начинаете получать все эти деньги, которые отложили, а начинаете получать с вычетом всяких разных там налогов, потом 20% забирают. Вот эта фирма, которая делала накопление, ввела вот эту бухгалтерию. В общем, вам потом гарантируется практически та же самая сумма, которую вы вносили. Стоит ли овчинка выделки? Нет. Вы должны очень долго жить, да, отличаться повышенной живучестью, чтобы получать, как бы, ну, плюс. Плюс у вас или даже, допустим, ноль, ноль, можете достигнуть в 90-летнем возрасте. Что это за ноль? Может быть, вы тоже не понимаете, да, вот эту цифру. Дело в том, что вот если так платить, как я, то по выходу на пенсию я даже, как бы, больше переплатил в этот фонд, чем я буду оттуда получать, понимаете? И это получается минус, это даже мне в минус. Зачем мне, допустим, и все эксперты говорят, зачем вы будете платить, если, как бы, вы деньги потеряете? Вы же хотите, чтобы не потерять, чтобы не съела инфляция, чтобы, там, индексация была на них и так далее. А вы, получается, вы сейчас платите, вы этими деньгами не пользуетесь, и еще в конечном итоге вы уходите в минус. И чтобы сравняться с теми выплатами, которые вы заплатили, и которые вы получаете, вы должны достигнуть какого-то 90-летнего возраста. И только потом, после 90, получается уже плюс. Поэтому, поэтому все эксперты, они говорят, это не выгодно, это очень-очень дорого, зачем вам платить сейчас? В каком случае это выгодно? Только у тех, у кого, допустим, больше детишек. Вот если уже трое, то тогда у вас больше будет шансов уже получать вот эти вот плюсы от этого ресторанта. Мы считали на семью из пяти человек. У нас есть такая знакомая, и вот если на них полностью все пересчитать, представляете, они практически всю жизнь, всю жизнь до 67-летнего возраста, у них дети и есть адаптированный ребенок и свои, вот, по выходу на пенсию в 67 лет, они будут практически до конца платить из своего кармана около 7 или 10 евро всего. Вот. Но получать они будут около стольника. Разница, вот представляете, вы платили всю жизнь 10 евро, а будете получать стольник. За счет чего? За счет того, что городская часть заплаченных денег, она очень-очень большая. У них практически все дети родились после 2008 года. Вот. И на них двоих. И получается, вот этих вот детских денег, то, что будет платить за каждого ребенка, их хватает на то, чтобы ваши выплаты в эту страховую кассу, они были минимальные. Но вы получаете максимальное количество бонусов оттуда, да? Вам будет платить, допустим, 100 евро ежемесячно лябинсландка, да? Да, до вашей смерти. И плюс еще гарантирует, что 10 лет будет получать, ну, супруга или супруги, если кто-то один из, там, умрет, да? Вот. Даже такое принимается в расчет. Или, допустим, выгодно кому? Кто много зарабатывает. Соответственно, кто много зарабатывает, он много платит налогов. Если налоги эти большие, то человек может списывать эти налоги. И если делают он ресторан, то еще плюс к этим городским выплатам на человека, на детей, вы можете еще списать налогов на сумму 2100 евро. Для таких людей это очень хорошая сумма в год. Вот. Поэтому для таких людей это выгодно. Конечно, потом город попытается себе, там, что-то вернуть в виде, там, налогов или еще что-нибудь. Но в данное время, вот, если вы работаете, то, ну, представьте себе, что ежегодно вы 2100 возвращаете налогов. То, что вы, там, возвращали, да, платили много налогов, но еще кроме того, что вы возвращали, еще вот эту вот сумму. Это гарантированно. И тем более, еще и плюс, то, что вам, кроме того, что вы заработаете, еще будет это ресторан-то вам платить. И так, что можно путешествовать по миру. Вот. Это только в этом случае это становится выгодно. Для людей или для семей, которые, у которых средний достаток, и дети, уже взрослые, это практически невыгодно. Очень трудно, очень трудно выйти вот этот на нулевой баланс. Потому что, я говорю, вы начинаете платить больше и какое-то время, и потом вы получаете сумму меньше, на которую рассчитывали. Даже и сумма меньше, чем, допустим, вы платили. Или вы, там, платите 90 евро, а вам потом, начиная, так же, там, 90 или меньше, или 87 евро начинает платить. Нафига нужна вот эта тогда ресторан-то? Ну вот. Но это только одна, друзья, одна вот эта вот модель ресторан-то, именно классическая, классический вариант. Вот. Я тоже долго думал, смотрели, выгодно, невыгодно. Получается, для меня сейчас это, ну, невыгодно. Я время упустил. Вот. И мне, как бы, не с чего списывать налоги. Потому что, практически, долгое время я работал, у меня вообще подоходного налога не было. Были только обязательные отчисления. Вот. А налога не было. Это только, вот, последние, наверное, два года на предыдущей фирме, где я работал по тарифу, там, брут-то увеличилось. Соответственно, появились налоги. И здесь я пришел, здесь у меня уже есть, уже конкретные налоги, но не такие большие, чтобы опять, там, делать какие-то, ну, возвращать эти налоговые отчисления. В общем, не всем оно подходит. Вот. И я думаю, что те, кто, вот, живет в Германии, посмотрите, ну, они могут подтвердить правильность, правдивость моей информации. Если где-то что-то я сказал неправильно, обязательно напишите это в комментариях. Вот. Потому что все-таки люди будут слушать, ориентироваться. И желательно, чтобы, если есть где-то какие-то ошибочки, чтобы была, ну, откорректирована хотя бы в этих комментариях. И не буду 10 раз одно и то же переписывать. Вот. Ну, вот, в принципе, и все, друзья. Как-то, как-то так. Так. Так.